Сейчас Нина Венедиктова с радостью заходит в ванную комнату. Показывает, качество воды очень хорошее. Но совсем недавно воду из-под крана нельзя было использовать даже на хозяйственные нужды. В доме до сих пор стоят канисты с чистой водой. Сила привычки. Когда начался отопительный сезон, то вода буквально за короткое время превратилась в жижу масленичную. Ни руки помыть, ни... В общем, мы носили воду. Там за мостом у нас труба была. Струба вода лилась и мылили. Конечно, обращались, кругом жаловались, спрашивали. Такие проблемы мучили жителей посёлка Раздольного почти 30 лет. Этот вопрос не раз поднимали в районном суде. Качество воды в старых скважинах не соответствовало санитарным нормам. Только уровень железа был выше в 22 раза. Выход нашли. Пробурили новую скважину. Мы правдами-неправдами изыскали средства и забурили скважину. Провели геологические работы, нашли скважину. Вот одна специалист-геолог сказала, что вот эта скважина у нас, она 17 кубов даёт воды. На данном этапе мы её запустили. Ну, тьфу-тьфу. Зимой эту скважину запускали в тестовом режиме. Качество воды оценили. И теперь водовод работает постоянно. И даже удалось подключить к централизованному водоснабжению коттеджный посёлок. Место, где пробурили новую скважину, очень богато подземными водами. Поэтому теперь этот источник снабжает практически половину поселения. Но этого всё же недостаточно. Местные власти приняли решение пробурить ещё одну скважину. И тогда проблемы с водоснабжением для жителей Раздольного окажутся в прошлом. Дарья Орлова, Константин Селезнёв, Панорама.